С турнира по быстрым шахматам «Рублевка-Опен» начинается череда соревнований, которые планируют провести в Одинцовском районе открытая клубная шахматная лига Московской области. Участвуют в нем 85 шахматистов с 6 лет и старше. Играют в личном зачете, а также в команде. Я очарован той обстановкой, которая здесь наблюдается. Высокая оценка с точки зрения проведения шахматного турнира. Судейский корпус, организаторы блестяще подошли. О проведении турнира. Участники турнира – жители Одинцовского района, Звенигорода, Можайска, Москвы. Некоторые начали заниматься шахматами сравнительно недавно, но решили попробовать свои силы в соревновании, которое обсчитывается по рейтингу ФИДЕ. Наши принципиальные решения, что мы проводим с обсчетом международного рейтинга ФИДЕ каждый наш турнир. Значит, следующий в школе президент мы будем проводить на разряды. То есть, делаем специально классический турнир. Параллельно будет проходить рапид. Всем участникам мы будем оформлять разряды, рейтинги, квалификационные книжки. Высокий результат в турнире показывает шахматист из трехгорки Алексей Кирпиченко. Мальчик играет в личном зачете. И по итогам пяти туров из семи возможных пока ни одного поражения. А ты как готовилась к турниру, скажи? Я просто задачу решала дома. Победу в командном зачете одержала сборная Индии. Шахматисты набрали 19 очков. Их ближайшие соперники, команда «Золотой Лев», оказалась на втором месте. На третьем – «Честу Гоу». Нам очень приятно, что нас пригласили. Как сегодняшний день играют наши дети, которые находились в Индии, в индийской школе. И дети, которые бизнесмены, которые приехали здесь по службе. И остались дети, которые сегодня на турнире участвуют и играют. Самое главное – не победа, не поражение, а самое главное – участие. Соорганизатором турнира выступило Всероссийское экологическое движение, которое возглавляет Анатолий Карпов. Для всех призеров были подготовлены подарки. Помимо привычных презентов – даже шоколадные кубки. Впереди немало турниров открытой клубной шахматной лиги Подмосковья, в которых ребята смогут проявить себя. В ближайших планах – областное соревнование в Красногорске 7 октября. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».